Специализированные кабинеты физики и химии стали первыми, куда директор школы номер 6 Оксана Житкова пригласила приемную комиссию. В этих классных аудиториях были проведены масштабные ремонты. Заменен линолеум, плинтуса, установлены светодиодные светильники, отремонтирован потолок, заменены окна. В этом учебном году мы вместо шести кабинетов, как по прошлому году, отремонтировали восемь кабинетов. И я думаю, что это не без участия корпораций ВСМПО «Ависма», так как они взяли на себя львиную долю ремонта. Это наша боль, это кровля и спортивные залы. А так как мы все-таки себя позиционируем как школа здоровья, и один из подпроектов в нашей программе развития именно школа здоровья, мы достаточно много внимания уделяем организации спортивно-здоровительной работе, и спортивные залы для нас важны как воздух. Огромное спасибо. В коридорах школы номер два кашпо с цветами пока стоят на полу. Это потому, что недавно окрашенные подоконники еще не досохли. Кое-где на чистых окнах уже висят шторы, а новые пластиковые рамы нынешним летом оборудованы замками безопасности. Теперь окно можно открыть только на режим проветривания, а распахнуть его при всем желании не получится. Принятие таких мер – это не что иное, как соответствие требованиям правил техники безопасности. Что мы успели? Отремонтировать успели – это швейную мастерскую, постелить линолеум в четыре кабинета, провести ремонт мест общего пользования в связи с тем, что демонтировали старую проводку. И, конечно же, мы очень рады тому, что в этом году в рамках благотворительности у нас будет проведен силами общество с ограниченной ответственностью ТСК, которое работает по договору от СМПО, и силами их специалистов будет проведен ремонт малого спортивного зала, и проведена замена именно окон в большом спортивном зале. И самое главное, что я считаю самым важным для школ города и детских садов нашего города – это то, что ремонтируются кровли, потому что это самое больное место. Потому что если кровля плохая и вина пишет, то не стоит делать никаких ремонтов внутри, потому что это деньги на выброс. И, конечно же, большое-большое спасибо градообразующему предприятию. Конечно, хотелось бы, чтобы и дальше эта работа продолжалась, и если действительно она будет продолжена на следующий год, то наше плачевное состояние в большом спортивном зале, оно, может быть, тоже улучшится. Директор учебного заведения провела участников приемной комиссии по классным аудиториям, обратила внимание представителей надзорных органов на установку 95 светодиодных ламп вместо старых и на замену электропроводки, состояние которой в прошлом году вызвало у экспертов вопросы. Во время нынешней приемки серьезных замечаний у комиссии не возникло. На нашем пришкольном участке растет много культур. Во-первых, здесь питомники дубков, питомники кленов, вот там вдалеке уже третий год, и питомник голубой ели даже, свежепосаженный. Ухоженные клумбы с декоративными и даже сельскохозяйственными культурами особенно впечатлили участников приемной комиссии. Впрочем, как и общая готовность школы номер 14 к новому учебному году, светлые кабинеты, коридоры и холлы преобразились. Все подбелено и подкрашено там, где это было необходимо. Как рассказала Ирина Бурасова, директор школы 14, за счет средств из областного и местного бюджетов удалось приобрести 10 компьютеров в кабинет информатики, спортинвентарь, кое-что из мебели для школьных аудиторий, материалы для ремонта, светодиодные лампы, учебные материалы для образовательного процесса. Своими силами, не без участия родителей, навели косметический лоск в спортивном зале, столовой и других местах общего пользования. На сегодняшний день у нас приняты все школы, 4 из них приняты у нас замечаниями. Но установлены графики устранения замечаний, они согласованы с надзорными органами, то есть на сегодня мы можем сказать, что все школы приняты. Особо порадовала школа 14 сегодня, 17 школа понравилась, 9-я, сельские школы готовы, молодцы. Но в Басяновке тоже с замечаниями приняты, там заделывают спортивный зал, то есть мы довольны подготовкой, учитывая очень краткие сроки. С замечаниями, кроме школы в посёлке Басьяновске, приняты также школы номер 2, 3 и 6. Ремонт кровель и спортивных залах в этих учебных учреждениях закончится к концу августа.